МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие люди тоскуют о советских временах, когда мы были дружны, романтичны, когда мы гордились своей страной и были уверены в завтрашнем дне. Вот мы создали этот музей, чтобы позволить людям вспомнить ту эпоху, прикоснуться, понюхать, потрогать, вспомнить, какие вещи они имели, какие были предметы мебели, запахи тех времен. Музей положительных эмоций, так мы называем свой музей. Музей организовали три подруги на чистом энтузиазме. Вещи из прошлого выкинуть не поднималась рука. Решили собрать их в одном месте. Идею стали поддерживать друзья и жители города. Раритетные предметы приносят постоянно. Одежда, предметы, быта, техника. Вот так вот закручивали ручку до упора. И пока пружинка, которую мы закрутили, раскручивалась, музыка звучала. Патефон ставили на самое почетное место. Собраться возле него, как возле первого телевизора КВН, было большим праздником. Пластинки из природной смолы шелак, а затем винил, заезживали, как говорится, до дыр. Еще один источник музыки в советском доме – это вот такие вот чемоданчики. Они назывались электрофоны. У нас, видите, тоже их много. Это у нас юность 301, город Ленинград, 1969 год. Каких только детских пластинок не выпускала фирма «Мелодия». И только с песней по жизни шагая. В советское время пели везде. С песней на праздниках и в будни. С песней на завод и с работы. Центром притяжения для всей семьи была «Радиоточка». В советские времена это была целая жизнь. В 6 утра с гимном Советского Союза, как с будильником, просыпалась вся советская семья. Зарядка, утренняя гимнастика, пионерская зорька, радио «Няня», театр у микрофона. Какая литература, театр, музыка. Люди не отходили от этого радио. Николай Литвинов, советский актер, таким приятным бархатным голосом спрашивал советских детей. А хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок? Сегодня и сказки, и книги, и музыка – все в телефонах. Забыли его зарядить, и мы как без рук. Даже селфи и фото не сделать. А в советское время фотография – это было целое таинство. Снять на пленку, проявить и напечатать в ателье. А еще лучше дома, в темной ванной комнате. Владеть фотоискусством было очень престижно. А вот «Зенит» – это наша гордость. Это Красногорский оптикомеханический завод. Это зеркальные фотоаппараты. Они побили все рекорды по количеству и, как видите, экспортировались. В 1979 году британским журналом «Уоткэмера» вот такой «Зенит ЕМ» был признан лучшим фотоаппаратом 79-го года в мире. И так во всем – лучшая техника, лучшая литература, балет, школа – это время было и остается счастливым для целого поколения, несмотря на то, что и проблем было немало. Окунуться в него с головой можно в музее «Назад в СССР» или, посмотрев нашу передачу в рамках цикла «Творческая мастерская» проекта «Активное долголетие». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».